Привет всем! Сегодня мы поговорим о сайте Q-comment. Это биржа по написанию комментариев. Также здесь можно заработать на лайках, репостах, подписках и голосованиях. Я зарегистрировался на этом сайте ровно месяц, 8 октября. Сейчас уже 8 ноября. И давайте немножко расскажу об этом. Подведем итоги, что мне удалось заработать на этом сайте за месяц. Вот заработанные средства. Это 2021 рубль 67 копеек и в долларах 83 цента. Также у меня здесь 438 рублей 46 копеек. Это неоплаченные работы. То есть еще заказчик мне их не оплатил. Они выполнены, но еще не оплачены. Вот количество оплаченных работ. Представляете, 528 работ я сделал. Это оплатили которые и 37 неоплачиваемых. За сегодняшний день я выполнил 17 работ на 142 рубля 15 копеек. А теперь немножко о мифах. Я долго искал, где можно заработать на лайках, комментариях. Короче, и вот нашел я отзывы хорошие о Q-comment, что это как бы надежный такой вот товарищ. Что можно действительно заработать. Это не фейк какой-то там. Хотя сам я еще выводить средства не пробовал. Я ждал ровно месяц. Хотел записать это видео. Можно сказать, из-за вас, ребята, я не выводил средства. Я их держал. Вот, наверное, в ближайшие дни я их выведу. Выводить я буду через Kiwi кошелек. Кстати, видео о Kiwi кошельке было, как у меня украли деньги. Kiwi кошелек списал средства. Но вернули, потому что я проявил бдительность. Был настойчив и мои копейки мне вернули. Теперь о мифах. Что касается мифов. Вы можете видеть реальные цифры, сколько я заработал. Всего 2000 рублей. И 83 цента. Ну, еще 438 рублей у меня подвисли. И я жду, когда мне их оплатят. Не снимаю я эти деньги. То есть, за месяц ни разу я не снимал. Вывести можно на Kiwi кошелек. Собственно, я на него и буду выводить. Не знаю, там будут какие-то проценты брать. Или что. Вот этот момент я не знаю. Еще не пробовал. Специально для вас, ребята. Для этого видео я не выводил. Я ждал целый месяц. После того, как я сниму это видео, я выведу средства. Закину на Kiwi кошелек. А там будет дальше видно, что куплю я что-то на них. Или как-то попробую перевести на карту Сбербанка. Или что. Наверное, при переводе сдерут неплохо. Ну, ладно. Опять же, вернемся к мифам. Читая отзывы, я наткнулся, что люди по 15, по 10 тысяч, кто-то 5 тысяч зарабатывал. Все это фигня. Не верьте. Это фейк. Никто на этом не заработает никаких 15 тысяч. Это все нереально. Заработать в месяц на Кьюкоменте 15 тысяч. Нереально. Не верю я. Я на собственном опыте могу сказать, что это нереально. Я заработал 2 тысячи рублей за месяц. 2 тысячи рублей. Я не пропустил ни одного дня. То есть, я каждый день заходил на Кьюкомент и выполнял задания. В среднем 3-4 часа в день я тратил. Первые два вечера я просто убил. Я пришел с работы, покушал, покушал я за компьютером, выполняя задания. И просто вот сидел, сидел, обновлял там все это дело, ждал. Проблема такая. Если у вас нулевой ранг, а у вас нулевой ранг, если вы не сдали экзамен. К экзаменам я возвращусь чуть попозже. Если вы не сдали экзамен, то вы даже не заработаете эти тысячи рублей в месяц. Вы можете сидеть круглыми сутками, но вы не заработаете. Вы можете хоть что сделать. Вы не заработаете за месяц тысячу рублей. Никак. Просто. А почему? А все просто. Сейчас. Минутку. Нулевой ранг. Не сдавший экзамен или в ожидании проверки. Теперь смотрим, какие доступные им задания. Это просмотр видео, репост, просмотр видео плюс подписка на канал. Это на YouTube. В основном репост плюс лайк, репост, ретвит, просмотр видео, подписка в социальных сетях, подписка на YouTube канал, Twitter, фолловинг, голосование, лайк, подписка, Instagram, проявить активность. Ну это херь вообще полная. К этому вернемся позже. Цены. Так. Немножко передвинем. Цены. Ну максимальные цены, они неадекватные. Вот надо смотреть вот сюда. Они более адекватные. Не, ну в принципе что-то подходит. Ну в среднем, в среднем получается где-то 75 копеек. Обычно от 50 минимальная цена, которую вам дает заказчик, это 50 копеек. Они идут 50 копеек, 75, 65, рубль 14 копеек. Самое большое с нулевым рангом, один раз я заработал 5 рублей 23 копейки. Самое большое было, всего один раз. А нет, вру, вру. Был еще вопрос, надо было задать вопрос юристу на сайте, потом он вам перезвонит, дать свой номер. Ну там очень геморрное задание, но на 11 рублей. Вот, на 11 рублей самое большое. Потом было 5 рублей и были вот эти копеечные задания. Проблема. Проблема не в копеечности заданий. На самом деле эти задания делаются махом. Это очень быстро делается. Переходишь там, лайкаешь что-то там, голосуешь, репост делаешь. Проблема в том, что заданий этих мало, а болванов с нулевым рангом очень много. Их очень много. И в этом большая проблема. Люди сидят и ждут, когда появится новое задание. Ты вот сидишь, наживаешь там на F5, обновляешь страницу, появляется. Ты только зашел, оно появилось вроде, опа. И там пишут, задание набрало максимальное количество авторов. То есть, все, его выполнили. Ты не успел. Ты, Вася, ты не успел. Ну, это печально. Что еще? Сейчас, минутку. Развернем. Что стоит у меня? У меня Facebook и Одноклассники. Конечно, если у вас есть ВКонтакте, я свой не использовал. Я не хочу засорять страницу всяким спамом непонятным. Поэтому я его не использовал. Твиттер у меня нет. Инстаграм у меня нет. Google+. Я фиг знает. Короче, я не вдавался в подробности. Я зарегистрировался еще на отзывике. Потому что там надо было ставить лайки. То есть, частенько попадается задание отзывика. Ставил лайки там. Я практически сразу уделил внимание на написание экзамена. Что такое экзамен? Экзамен состоит, во-первых, из двух тестов. Там два вопроса тестовые. Ну, это ерунда. То есть, вы на них отвечаете. И надо написать небольшое сочинение. Там предлагается пять тем, по-моему, на выбор. Выбирайте тему и пишите сочинение. Проблема. Проблема в том, что написать сочинение довольно-таки сложно. Если, так скажем, вы плохо учились в школе по русскому языку, то, вероятнее всего, вы не сдадите. Текст должен быть осмысленный. Обязательно. То есть, это не должна быть какая-то бессвязная бельмерда. Как там продавцы с Алиэкспресс с вами общаются. То есть, в нем должен быть смысл. В нем не должно быть орфографических и пунктационных ошибках. Там еще есть... Они проверяют на уникальность. Просто скопировать где-то, готовить текст не получится. Даже если вы его отрерайтите. То есть, подправите какие-то слова, поменяете. То есть, скорее всего, вас заметят. И это не прокатит. То есть, надо именно писать самому. Не допускать никаких ошибок. Там вплоть до того, что после каждого слова, то есть, перед знаками припинания не должно быть пробелов. То есть, он должен быть после. То есть, за эту ошибку вас могут... То есть, элементарно. Вы пропустили вот этот момент с пробелами. То есть, даже одного достаточно вас просто не допустят. Вы завалите. И проблема основная в том, что если вы завалили экзамен, повторно вы уже не можете его пройти. То есть, экзамен сдать можно только один раз или завалить. Другого не дано. Повторные попытки вас просто... Аккаунт ваш заблокирует. Если вы будете повторно пытаться. Это вот основная проблема. Я писал экзамен в 500 символов. Часа два, наверное. То есть, даже какой два? Три, наверное. Казалось бы, там, блин, фигня. Но я прямо досконально все проверял. Проверял на уникальность, на ошибки. Все вот эти все моменты. Проверять можно на сайте text.ru. Также там, касаемо воды. То есть, там, по-моему, не более 12% вода. Это в предложениях союза. Предлоги всякие. В, на, вот это вот все дело. Их должно быть по минимуму. Повторяющие слова. За это вас тоже могут. Это проблема. Тяжело это сдать. Я до самого конца, я был уверен, что я завалю. Потому что я читал отзывы. Люди, ну, реально, практически никто не может сдать этот экзамен. Ну, я же не все. Я же уникальный. Я, естественно, сдал. И когда я сдал. Что у нас тут появилось? Мы же видим задания. Они идут, 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 идут. Короче, конца и края их нету в задании. Их очень и очень много. Сейчас у меня уже третий ранг. Рассматривают они твой экзамен. То есть, у них там времени мало, ограничено. И где-то у меня ушло 10 дней. То есть, полмесяца я выполнял задания с нулевым рангом. Ставил лайки и там прочее, прочее, прочее. Потом они присвоили не первый, а сразу второй, потому что там нужно набрать необходимое число баллов. Когда они проверили то, что я сдал экзамен, у меня уже по количеству выполненных работ было, подходило под второй ранг. И мне сходу, то есть, сдали сразу второй ранг, а не первый. Я вот так вот перескочил. Сейчас у меня уже третий ранг. Это что еще такое? Ага, интернет пропал. Но это ничего страшного. Это ничего страшного. Потом мне, я набрал еще количество. Там есть определенное количество заданий, а в зависимости от заданий, то есть, вам начисляются баллы. Там есть таблица по рангам, сколько надо набрать, чтобы вам присвоили. При каждом новом ранге у вас появляются новые задания. Естественно, задания более оплачиваемые, но есть тоже там свои нюансы и проблемы. Вот у нас все появилось. Мы можем видеть начисление баллов за тарифы. Все прекрасно видно. Теперь посмотрим, сколько у меня. У меня 209 баллов. Средняя уникальность 100%. Написано комментариев 127. Репосты, лайки 256. Подписки 199. Видео 28. И еще. Нельзя отписываться. Убирать лайки. Что еще? Удалять комменты. Как минимум, они должны держаться, по-моему, 3 недели. Если вы нарушаете, там к вам будут применены меры. Я уже не помню, какие меры. Это надо смотреть. Там, по-моему, штрафы вроде и вплоть до удаления аккаунта. Вот с экзаменами. Сколько баллов нужно? Вот у меня сейчас 150 я набрал. До 4 ранга мне нужно... Так, тут 300. У меня 209. Ну, немножко. Немножко. Вот тарифы. Ранги. Тут цены, конечно, такие. Вот второй ранг. Давайте цены. Google Play. Это все ерунда. Фуфло. Вот второй ранг. Вот тут такие цены. Такие вкусные. Ну, это все фуфло, ребята. Все фуфло. 92 рубля с третьим рангом. Посмотрите, посмотрите. 21 рубль. Это все фуфло. Сейчас я расскажу, почему это фуфло. Заходим. Ну, давай, друг. Грузись. Что-то мне не хотят оплачивать. Пока висит эта сумма. 2021. Не хотят. Зараза. Оплачивают они обычно. Ну, быстро довольно-таки оплачивают. Там в течение 2-3 дней. Там в зависимости от... Как заказчик заходит. Он смотрит. То есть, кто сделал. Все правильно выполнено. Если что-то неправильное, или... Или там есть задание с премодерацией. То есть, ты пишешь какой-то комментарий. Там текст какой-то набираешь. То есть, заказчик смотрит. Все ему подходит. И он потом дает добро опубликовать этот текст на сайте. Вы опубликовываете. Опять же, скидываете ему ссылку. Все это дело. И он после этого смотрит. Все нормально. Он вам оплачивает. Вот здесь обычно задание, которое... Это на доработку нужно. Здесь бывают отклоненные. У меня отклоненных я не помню. Были, нет. Может, одно от силы было за все время. Может, и даже не было. Я вот не помню. По-моему, не было. Вот. Тут можно выбирать тематика. Ну, у меня вся тематика стоит. Хотя, надо заняться, кстати, убрать. Тут много всякой ерунды. Здесь тариф. То есть, за что вам конкретно будут платить. У меня не все здесь проставлено. У меня не проставлены здесь самые дорогие, самые вкусные задания. Вот они. Но это фуфло. Вот они, вот они. С гарантией публикации. И вот эти Apple Store. Вот это все дело у меня не стоит. Еще у меня нету. Вот Live Journal. Эти блоги у меня, потому что нету. Хотя, надо, блин, завести. А что я теряю? Реально, может, там заработок хороший. Проявить активность. Это тоже лажа. Там такое геморрное задание. Там даже с нулевым рангом. Там были задания по 16 рублей. И они, блин, я несколько раз пытался их сделать. Раз пять. Каждый раз я не мог его завершить по тем или иным причинам. Надо там через VPN еще что-то заходить. Вбирать в поиски, искать в поисковике. Какой-то сайт. Копировать там еще что-то. Такое это. То есть надо быть каким-то разведчиком, чтобы выполнить это задание. Ты выполняешь последовательность. Делаешь, 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 делаешь. И на каком-то этапе ты не можешь выполнить. То есть не можешь выполнить какое-то из действий по той или иной причине. Которая от тебя не зависит причем. Я вот каждый раз, видя цену. То есть мне хотелось сделать 16 рублей, когда я делал задание по 50 копеек. То есть, конечно, охота. Это сколько надо нащелкать 50 копеечных. Учитывая, что их мало. Ну, каждый раз брался. И потом психовал. И говорил себе, не берись никогда. И я больше всего не проставляю здесь. Я не захожу в это дерьмо. Так. LiveJournal. Готовый комментарий. Яндекс.Маркет. Так. Это LiveJournal. Яндекс. Google Maps. Для ручного экспорта. Вот мне нравится. Для ручного экспорта. То есть набираешь. То есть здесь не надо опубликовывать. Тебя просто заказчик просит там ознакомиться с каким-то сайтом. То есть с каким-то товаром. И описать услуги. То есть это нигде не опубликовывается. Возможно, какие-то брошюры потом создаются по этим комментам. И уже готовые комменты. То есть кому-то раздают задания. И раздают готовые комменты. Вот скорее всего это для этого пишется. Ты просто пишешь. То есть это работа. Набрать там какой-то смысловой текст. В определенное количество символов. От символов зависит и цена. Ну порой бывает с маленькими символами. То есть и хорошая плата. Бывает там символов 500 или 1000. А там копье. Касательно вот этих фуфловых заданий. Которые стоят очень-очень хорошо. Давайте посмотрим цены. Йеллоу. Расскажем стандарт. Ну не знаю. Давайте вот что-нибудь сделаем. Стандарт, мини. Какие ценники будут на них. Так. Чтобы вы понимали. Сейчас у меня тут из возможных. Так, минутку. Так, что я делаю вот так. Ага. Немножко вот так. Максимальный. Вот тут. Тут можно выбирать по цене. Сейчас у меня максимальный стоит. 29 рублей. Самый дорогой. Вот 24. 2. Ну большинство этих заданий. Вот эти вот. Они чаще вон женский аккаунт. Мне не подходит, естественно. Или опубликовать готовый комментарий на отзовик. У меня на отзовике. Но это тоже херня на самом деле. Потому что там готовый комментарий. Сайт отзовик. Он быстро распознает, что это либо спама, либо реклама. Потому что эти комментарии такие, так себе. Вот. И он блокирует их. Я пробовал этим заниматься. Готовый. Но он блокирует. Поэтому стараюсь этим не заниматься. Потому что мне страничка в отзовике еще удалят. Мне она нужна. Так. Что у нас тут еще? Ну вот такие более реальные 15 рублей, там 10 рублей, 8 рублей. Вот это более реальные задания, которые реально выполнить. И то он, 8 рублей 500 символов. Давайте посмотрим. Чёрт какой-то. Фиг знает, короче. Вот, кстати, проект с премодерацией. То есть, вот как раз я об этом говорил. То есть, пишешь коммент. Отправляешь заказчику. Он смотрит, если его все устраивает. Он разрешает вам разместить этот коммент на сайте. И все. Ну, опять же, на сайтах тут в зависимости от задания надо бывает регистрироваться. Благо, некоторые сайты додумываются регистрировать через соцсети. Там, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. А некоторые приходится там вбивать имя, фамилию, всякую ерунду. Это занимает очень много времени. Опять я заговорился. Давайте запомним вот эту цифру. 29 рублей. Так. У меня, наверное, не сохранились. Наверное, набирать опять придется. Потому что я вышел. За гарантией публикации. А нет, остались. Давайте найдем, какие будут у нас сейчас ценники. Был 29 рублей. Ну, давай же, друг. Почему так долго? Что с тобой? Это он долго грузит, потому что я дополнительные галочки проставил. И сейчас очень много заданий. Здесь и так очень много было. А сейчас он загружает вообще просто неимоверное количество. Так, смотрим. Вот уже видим. Было 29. Да, здесь 72 рубля. А, блин. Ну, так хорошо. Так. 72. Посмотри. 440 рублей. С гарантией, по-моему, всего от 75 символов. Представляете? Всего 75 символов. 440 рублей. Ребята, вот это, блин, да. Вот это, да. Вот это просто круто. Мне это фуфло, ребята, на самом деле. Фуфло. Почему? Объясню сейчас. Ну, цены-то, конечно, вот я даже, я давно не, галочки, мне самому охота сделать. Ну, охота, а. Честно, охота. Ну, это фуфло. Давайте сейчас зайдем в какую-нибудь. Где у нас этот? Где он? Где он? Где он? Пикабу. Что-то пикабу. Я даже не знаю с сайта. Нужны комментарии. Всего лишь комментарии под публикацией. Пикабушных рейтингов от 10 тысяч. Ну, это, походу, нереально какой-то этот. Опять на премодерации. Давай вполне. Опа! А теперь мы видим, что мы видим. Куки. Что это такое? Перед публикацией отзывов по тарифам отзывов с гарантией публикации вам необходимо удалить куки с браузера. В противном случае вероятность прохождения модерации близится к нулю. Что это значит? Выполняете вы задание. То есть, допустим, я пишу какой-то коммент. Заказчик одобряет его. Разрешает мне его разместить. Ну, как в данном случае. То есть, при модерации. Я его размещаю. Все. Но он не проходит модерацию. Мне не оплачивают. Я поначалу, я выполнил несколько таких работ на несколько сотен. Я был прям довольным. Круто-ка. Но потом у меня закрали сомнения. По-моему, мне их не оплачивают. И потом посмотрел. Реально. И не оплатили. А что это значит? Надо удалить куки. Удалить куки – это удалить всю историю. Удалить все сохраненные пароли. То есть, с браузера все удалится. То есть, там все ваши соцсети, одноклассники, твиттеры, миттеры, ютубы, все там, юлаб, все там, яндекс, дзены, всякая, 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 всячина, там, авито. Все просто удалится. Нам, вам все нужно будет вводить, вбивать. По этой причине я не выполняю задания. Для меня это фуфло. Но я подумаю об этом, как вот это обойти. Может быть, с другого браузера. Вбить, допустим, через Экэсплор, заходить на Куи-Коммент. И как-то там вот пытаться выполнить. Не знаю. Я, честно говоря, не пробовал. Я думаю, в этом смысл есть попробовать заморочиться, если будут оплачивать. Потому что, ну, действительно, суммы как бы неплохие. То есть, тут, блин, сидишь несколько часов за вечер, там, в итоге ты делаешь копейки по большому счету. И ты можешь, там, сделать одно-два задания, и у тебя будет больше по деньгам, чем ты, там, убил три-четыре часа. Это радует, с одной стороны. Но вот этот момент, еще тут вот задания есть, допустим, Яндекс, какие-то вообще дебильные. Я, честно говоря, не понимаю. Сейчас, не знаю, может, удастся найти. Суть такова, что там, допустим, в Яндекс Маркете, там, какой-нибудь интернет-магазин, нужно, допустим, написать там отзыв какой-то, поставить там сколько-то звезд, и надо сделать заказ. Потом что-то вам позвонит менеджер, потом через какое-то время надо отказаться. Какие-то вот эти заморочки, мне вообще что-то они не нравятся. Давайте попробую найти, я только не помню. Видеоотзыв, одна минута. А, видеоотзыв, тоже хрень. То есть надо снять какой-то отзыв, это хрень. Приступили. Не, не хочу приступать к этому. То есть вы снимаете свое лицо, палитесь, там, допустим, какая-нибудь финансовая пирамида, и вы рассказываете, да и, блин, ребята, давайте вступайте, я поднял бабла или что-то такое. То есть я видел такие задания, то есть реально надо снять ролик, посвященный какой-то финансовой пирамиде, сказать, что вы обогатились здорово, и давайте все дружно, лохи, соберемся и проспонсируем какую-то дядю. Кстати, моральной стороны этих заданий мы еще коснемся. Я расскажу немножко. Ну, блин, отзыв. Яндекс.Карты. Я не помню, не помню, честно. Вы же приступили. К какому я приступил? А, вон, к Пикалбу я приступил оказывать, я уже забыл. Но надо отказаться. Нафиг мне надо. Ну, долго, долго. И из-за этого долго что-то грузит. Я не знаю, почему. Реально из-за заданий, что ли. Мне не нравится это. Что вот так вот подгрузает. У меня что-то в последнее время, несколько дней уже интернет подвисает. Не пойму. И у меня что-то память с диска-ц, что-то куда-то пропадать стало. Забиваться. Не пойму, чем. Может быть, я налазился на разных... Просто я регистрируюсь на разных сайтах. И когда при волнении, там, я хрен за... Где только не зарегистрировался уже. И может быть, что-то я... Вирус какой-нибудь капнул. Так, отказаться. Отказываемся. Окей. Давай что-нибудь. Давай, давай, давай. Я хочу найти такое задание, где надо что-то купить. Так, приложение. Общий посыл. Тут еще этот магазин. Мама, надо струна дешевле. Ну, тут нет, нет. Не написано, что что-то заказывать надо. Вот. Очень хорошее задание. Не, ну, правда. Цены, цены, цены приятные. Приятные. Можно... Конечно, как основную работу, это никак нельзя расценить. Но, блин, если выполнять вот эти задания, то есть, это подработка такая неплохая. Для тех, кто сидит дома, или там, вечерок скоротать. Время есть. Или работа какая-нибудь, где-нибудь в охране. То есть, это очень даже неплохо было бы. Но, опять же, надо обходить. Так, касательно стороны морально-нравственного вопроса. Я выполняю не все задания. Я не берусь, в основном, за медицинские задания. Там, или за какие-то там лохотроны, пирамиды финансовые. Мне совесть не позволяет. Если так можно говорить. Это, может, высокопарные слова. Но мне потом будет гложить. И был один раз. Был сайт. Там нам нужно было проголосовать. Выбрать одну из девушек в задании. То есть, вам сказано, естественно, за какую. Там, типа, сайт красоты. И, объективно, она не была самой симпатичной. Или еще что-то. Но пришлось проголосовать. Я проголосовал. Заплатили мне за это рубль. И потом мне такое ощущение, какой-то осадок неприятный. Что я продал, по сути, свое мнение за этот рубль. Я для себя решил, что я в этих моментах не участвую. Либо я голосую тогда, когда задание заказчика сходится с моими взглядами. То есть, если оно не противоречит им, то почему бы и нет. Если за это еще и платят. Я не медицинская тематика. Я стараюсь не выполнять эти задания. Хотя у меня и стоит в тематике галочка на медицине. Но я стараюсь. Потому что там такие серьезные вопросы. Там какие-то клиники пишут, что там все круто. Реально люди поверят этому. Пойдут. А может быть, там какие-то шарлатаны. Не знаю, чем занимаются. Погубят людям здоровье за большие деньги. Или продавали какие-то таблетки мутные. Там, не знаю, из какой-то страны третьего мира. Якобы они помогают в лечении онкологии. Мне жутко стало, что вот я сейчас напишу, я могу расписать, ну, как бы, комментарий, отзыв нормально так, что он будет выглядеть естественно, правдиво. Ну, блин, это так, это мерзко, что вот люди поверят, что я дам человеку больного, который болен онкологией, подарю ему надежду, что он может вылечиться. Он купит это за большие деньги и итога не будет. Мне очень неприятно этого. Вот такие моменты медицины. Еще я не касаюсь тем, в которых я, так скажем, не понимаю. Там каких-то IT-технологий, там создание сайтов. Я нифига в этом не рублю. Я не понимаю, о чем речь. Поэтому я не пишу комментарии по этим темам, по всяким лохотронам. Я стараюсь, я обычно пишу по какой-нибудь, по услугам каким-нибудь, по ремонту, по строительству домов. Ну, строительство опять такая щекательная тема, но у меня инженерное образование. В общем, я, допустим, есть какой-то сайт, я оцениваю визуально, там, ну, фотографии какие-то, описания. Делаю на этом свой вывод и пишу об этом, допустим, комментарий. Полагаясь на описание сайта, на фотографии, то есть я стараюсь приближенно нейтральные делать, особо не расхваливаю. Стараюсь отметить лучшие стороны, там, какого-то товара, инструмента, либо какой-то бытовой техники. То есть я могу что-то, мне, ну, проще описывать что-то, чем какие-то вещи, в которых я, ну, действительно не понимаю. То есть какие-то задания есть, в которых я не разбираюсь. Ну, вроде сказал все. Что еще добавить по заданиям? Выполнить что-нибудь, что ли, нет? Попробовать. Хотя на видео не буду. Наверное, не буду. Толго грузится. Хо-хо-хо-хо-хо. В общем, вот такое вот видео сегодня. Немножко рассказал, может быть, о чем-то забыл, что-то добавить, может, хотел. То есть мысли были, как вот. Я, в принципе, не готовлю обычную речь, так в голове, вот, собирается какие-то мысли. Сказал, вроде обо всем, может, что-то упустил. Но если заинтересуетесь, то есть дойдете до тех моментов, которые я упустил сами. То есть сайт, в принципе, можно копеечку какую-то зарабатывать, но не нужно там строить каких-то песочных замков, иллюзий, иллюзиями себя питать, что тут можно какие-то баснословные суммы заработать. Нет, не заработаете. Ну, так. Для меня, в принципе, такой вот опыт. Я пока-пока, вроде, мне нравится, я делаю в дальнейшем. О, кино. Кстати, о кино мне нравится писать. Это одна из таких моментов, где действительно, ну, как-то... То есть об этом мне самому интересно, то есть там, допустим... Но это редко-редко очень бывает задание на каком-нибудь сайте. Там не нужно поставить, там, обязательно писать положительный отзыв. Просто написать свое мнение. То есть ты пишешь там о каком-то фильме, что ты о нем думаешь. Это самое приятное, наверное, задание из всех. Остальные эти, ну, бывают не очень приятные. Ну, в общем, такое видео. Ребята, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.